Вы смотрите новости информбюро. Тысячи людей в Алматы и Алматинской области не могут получить водительские права. Выпускники автошкол уже сдали теоретические экзамены, но пройти практический тест не могут. В Алматы не работает автодром. И это длится уже месяц. Сегодня представители учебных заведений и выпускники собрались на территории автоциона, чтобы узнать, когда откроют автодром. Материал Нургали Карабаева. Андрей Безверх не осматривает автомобиль, на котором должен был сдать практический экзамен. Теорию мужчина успешно прошел, но автодром не работает. Когда его запустят, неизвестно. У меня была категория Б. Моя старая категория мне разрешает до 3,5 тонн. Но поскольку новые законы велись, велись новые документы, теперь на работе сказали, иди открывай категорию С1, чтобы ты действительно работал на грузовике. Я пришел категорию открывать и работа ждет. Вот сейчас, если будут тянуть резину, я и дальше без работы останусь. У меня ребенок маленький. Я единственный кормилец семье. Автоцон открылся 25 мая, но с тех пор здесь не принимают практические экзамены. То есть сдать на вождение нельзя. Говорят, что датчики сломались. А это чуть ли не единственный автодром на весь город и южной территории Алматинской области. Тысячи людей уже месяц ждут его открытия. С возмущением к автоцону пришли руководители автошкол. Им приходится каждый день выслушивать претензии выпускников. Говорят, что здесь все время кормят завтраками. По области, если все автошколы взять и взять выпускников УПК, это примерно 7 тысяч человек. И вот они приходят, действительно, как наши коллеги говорят, требуют материальный ущерб возместить, моральный ущерб возместить. И мы теряем, авторитет свой теряем, к нам люди не хотят записываться. Что тут такого? Запустить этот автодром не могут? Это же вообще... К собравшимся вышел замдиректора автоцона. Андрей Безверхний первым высказал свое возмущение. Это ладно студенты, маленькие дети, которые 18-19 лет пришли получать права. Они могут подождать. И месяц, и год могут подождать. А нам что делать? У меня ребенок маленький. Я из-за того, что вы мне не выдаете права, я не могу устроиться на работу. По техническим причинам автодром не работает, датчики не работают после карантина. Обслуживающая компания занимается вопросами устранения неполадок. Мы все это контролируем, работа идет. Но когда именно мы запустим автодром, я сказать сейчас не могу. Представители автошкол предложили свое решение. Если не работает техника, пусть экзамены принимает комиссия. Андрею Безверхнему сегодня вновь пришлось вернуться без прав. Но он надеется, что в ближайшее время проблема решится. Ведь от этого зависит его будущее.